Внимание, внимание! Мобильный репортер Рамзан Кадыров снова на связи. Приветствуем всех, дорогие друзья, подписчики. Это опять я, опять со своим телефоном. Поэтому хочу пожелать вам всего наилучшего, чтобы всегда радовала вас любовь, справедливость, доброта. Пожелать хорошего дня и, конечно же, похвалить своего любимого президента Путина и напомнить, как они борются за справедливость. Идет война, против нас воюют все НАТО, ЕС, Запад, Европа. Короче, все шайтаны, которые поддерживают сепаратизм, сегодня воюют против России. А Россия всегда за справедливость, за мирное время, за будущее, любых государств, защитил наш президент. Но это еще не все. Глава тиктокерных и инстаграмных войск решил поспешить на помощь Евгению Пригожину. Ну или в очередной раз выслужиться перед российским президентом. Кадыров просит Путина дать министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Росгвардии Виктору Золотову распоряжение снять подразделение Ахмат с других направлений и отправить их в Бахмут на позиции ЧВК Вагнер. Тоже уже написал письмо на имя Верховного Главнокомандующего, что мы готовы взять Бахмут. И оставшуюся территорию мы заберем с одним удовольствием его. Недавно главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин пригрозил вывести своих наемников из Бахмута. Он утверждает, что Минобороны Российской Федерации не дает его боевикам достаточного количества боеприпасов. И он, Пригожин, не хочет, чтобы из-за этого его люди были обречены на бессмысленную гибель. Мы получали не более 30% от потребностей. Поэтому наши потери были значительно выше, чем должны были быть, но мы шли вперед. Месяц назад нам прекратили выдавать боеприпасы, и мы получаем не более 10%. Я сообщаю официально министру обороны НГШ, верховному главнокомандующему, нести без боеприпасов потери в Бахмуте бесполезные и неоправданные мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 2023 года мы выходим из населенного пункта Бахмут. Потерь больше, а пополнений и вовсе нет. Всего на Бахмутском направлении у Пригожина сейчас около 4000 вагнеровцев, и все они отправлены туда для одной простой цели. А какой основной функционал ЧВК-Вагнер? ЧВК-Вагнер они были, есть и будут живым мясом. Ими просто закидывают позиции безграмотно, в огромном количестве, и таким образом продвигаются по тем или иным направлениям. А вот кадыровцы очень редко появлялись на передовых линиях. Они выполняли функции таких себе разбойников, воров, ну и, конечно же, тикток-героев. Роль Вагнера не изменится. Они как были, так и есть, живым щитом для второй линии. И это живое мясо, неизменно их кредо. Кадыровцы, как будут себя вести, снимать свои правурные тиктоки на трупах вагнеровцев, ну, мне кажется, что, скорее всего, да, чем наоборот. Ведь кадыровцы не особо будут дарить желанием стать живым мясом. А даже когда они таковым станут, ну, долгое время они на первой линии не продерживаются. Очень быстро придется им ориентироваться на вторую линию. Пригожин уже даже заявил в своем телеграм-канале, что готов передать позиции вагнеровцев в Бахмуте бойцам главы Чечни Рамзана Кадырова. Но пока это только пустые слова. Ведь официально никакого разрешения или приказа от Минобороны России не было. Игожин – это лживый их работа. Верить его словам и принимать их на чистоту, я не считаю, что вообще целесообразно. Он может с легкостью изменить своим словам, с легкостью может изменить то, что он говорил. Он может сделать обратно, он может заявить, что вот пришли наши братья кадыровцы, вот теперь мы силушкой молодецкой надавим на западный сектор и полностью захватим уже не юридически, а афидически Бахмут. Он может и такое сделать заявление, он может и вывести. В Институте изучения войны предполагают, что Пригожин и Кадыров стремятся представить Минобороны России и регулярные российские войска неэффективными и возложить вину за любые неудачи России в районе Бахмуте именно на это министерство. Если силы Ахмата столкнутся с теми же трудностями, что и войска Вагнера, и не смогут полностью захватить Бахмут, Пригожин и Кадыров могут обвинить Минобороны в неспособности адекватно поддерживать их усилия. Как будут разворачиваться события, пока же время. До 10 мая осталось совсем немного. Но сейчас однозначно понятно одно. Вооруженные силы Украины победят всех, кто ступит на украинскую землю.